Всем приветики! Энергия на связи! Сегодня заряжен как никогда! Я уже покушал, смотрите, что у меня на десерт. Тарелка просто космическая! Ну и как не может быть настроение, когда такое видишь? Это просто кайф! Я знаете что? Решил записать видос дома. У нас, прикиньте, дождь вообще лил капец. И между прочим, кстати, гроза какая-то была. Я, естественно, испугался. Думаю, как пойду на улицу. А если меня убьет? Подумал, что... На дом записать видос. Но, вы прикиньте, сейчас куда-то тучи все ушли. И погода довольно-таки неплохая. Тогда мы сейчас с вами полопаем. И пойдем... Ой, не туда. И пойдем на улицу. Апельсин очень сочный. Нигдарины надо мне купить. Только не в том месте, где я покупал хрень. Надо съесть на рынок нормальный. И купить фантастически. И к сзади еще надо абрикосики взять. Абрикосик, черешню еще нужно взять. Вы прикиньте, уже получается, что у нас, уже июнь какое. Уже 13 июня. Я до сих пор еще клубнику не ел. В одном месте цены какие-то ломавые. В другом месте цены средние. Но она какая-то вялая. Какая-то, как говорится, поникшая. И ты не знаешь, что покупать. С одной стороны, думаешь, ну надо попробуй клубнику, чтобы сверить с тем годом. Что-то изменилось или нет. Косточка. А сказал, не будет. Опять меня обманул. Ну, секундочку, мне надо ответить. То звонки, то сообщения поступать не дают нам с вами поболтать. Ну, что вообще за дела, в конце концов? Сел же видос записывать. Все как всегда. Закон подлости. Говорю, не надо мне пока звонить, писать. А гудайте мне пять минут записать видос. Нет, они мне звонят. Они что-то пишут. У меня настроение сегодня просто не то, что бешеное. Просто разрывное бешеное. У меня сегодня были ноги. Я что-то позавчера так перетренил. У меня биться с бедра до такой степени. Вы даже себе пресать не можете. Когда просто наденаешься, так ноги тягу. Просто безумие. Но у меня есть опыт тренировок. Поэтому я сегодня начал с подводящих упражнений. Все красиво размял, как говорится. И сегодня тренинг прошла просто замечательно, отлично. Я для себя решил, что я отдыхать не буду. Очень мало времени мне осталось за дня рождения. Это первое. Второе. Когда ты отдыхаешь, на следующий день, допустим, денек отдохнул, на следующий день ты выходишь, уже тебе вообще ничего не хочется делать. Потому что какие-то мышцы уже не те. Это какое-то кажется, тебе же какое-то тело дряблое. Мне это не нравится. Мне нравится, когда ты просто всегда в бешеной форме. Жесткий, красивый, мощный. Готов разрывать. Лев. Поэтому я для себя решил, что нет. Отдых это не мое. Никогда не отдыхал, а теперь что буду отдыхать? Как говорят мудрейшие, чтобы отдыхать, надо устать. А я это не устаю. Вы, кстати, прикиньте, между прочим, это мне нужно записывать видос на YouTube. В института выставляю. И TikTok. Ну, TikTok пока нет, но в дальнейшем-то его когда-то же включат. Я здесь-то не успеваю. YouTube. Вы прикиньте, надо записать видос. Это все описать. Мотивацию, все дела. Подумать, что заснять. Вам кажется, что это все легко? Вы посмотрели? Нормально. На самом деле, это тяжелый труд. Не знаю, как я буду все успевать. Сейчас TikTok включат. Вот мне надо будет в 7 утра вставать. Чтобы успеть позаписывать и вам видосы, и мотивацию написать, и все расписать. А потом все это выставить. Косточка. Поэтому работа у меня будет скоро у Гу-Гоши. Надо сейчас немножко отдохнуть от этого всего. И потом просто резко бам-бам-бам залететь. У меня, кстати, очень много хейтеров появилось. Один там мне писал, какой-то бедолада. Такие мне пишут смешные, обиженные жизнью мальчики. Ну и мужики. У которых в жизни какая-то беда, печаль, таска и грусть. И они хотят мне поднагадить. Но опять у них не получается. Я же не виноват, что они бедолаги. Если бы я был виноват, понятное дело, я бы извинился. Но, к сожалению, никак. Поэтому им приходится что-то там писать, но от этого ничего не происходит. Как я всем говорю, никогда не психуйте. Сходите, покушайте. Вы видите, у вас уже негатив. Уже вот эта желчь вылазит. Сходите, покушайте. Скорее всего, вы очень сильно проголодались. И сразу все пройдет. Что, полетели на улицу? Какой же просто кайф выйти на свежий воздух. Вздохнуть полной грудью и попить чаечек. Блин, просто охренеть. Да безумие обожаю лето. Лето это просто моя погода. Это моя стихия. Я просто, я вот, когда вот эти три месяца, то есть получается, ну май сегодня, ой, сегодня в этом году был говнище, поэтому я не выходил на улицу тренить. Дома тренил. Вот июнь, июль и август, и середина сентября. У меня результат просто взлетает в космос. Какой-то на меня, какая-то хрень на меня сет. Все, что и укусит меня. И все, и конец не будет. Рука распухнет опять, как в том году. У меня какая-то, кстати, мошка укусила в том году. У меня как рука распухла, потом неделю проходила. И если бы я жил где-нибудь в Майами, где постоянно погода охреневающая, вы прикиньте, какой был бы у меня результат. Постоянно на улице заниматься. На свежем воздухе трение. И дома. Это вообще две разные трение. Свежий воздух, это ты просто, это ты дышишь полной груди. У тебя просто такой кайф. Легкий обогащается кислородом. Вдвойне лучше. Дома это все, это крытое помещение, это все не то. Такого кайфа все равно нет. Ты просто тренишь, потому что понимаешь, что это твоя жизнь. В любом случае, ты должен поддерживать свою форму. Как говорится, себя уважать. Потому что те, кто не занимается и не следит за своим здоровьем, за своей формой, они себя попросту не уважают. Поэтому сама фишка в том, что просто находиться на свежем воздухе. Ветерок небольшой дыхает. Кстати, после дождя прямо воздух такой чистый, такой прям классный, как будто вообще просто вся вот эта пыль села. и действительно совсем по-другому дышится. Реально, блин, кайф. Просто кайф. От своей жизни нужно кайфовать. Будете кайфовать от своей жизни? Все у вас, будчики, бомбони. Знаете, яблони растет вот это. Скоро будем яблоки есть. Ну как скоро, наверное, в конце июля, да? Еще месяц терпеть, капец. Не знаю, я терплю или нет. Овощи я хочу себе, знаете, что? Коттедж себе хочу купить. Вы прикиньте, дом охреневающий. С бассейном. Ну, оборудование не нужно. Тоже не себе просто повешу дома. И огород охреневающий, здоровый. Чтобы я мог, короче, посадить абсолютно все фрукты и овощи. Вы прикиньте, просто выходишь в сад. У тебя фруктов и овощей вот так вот просто, как на рынке. Ты вот так вот головой. У-ху-ху-ху. У тебя просто от этого ассортимента голова кружится. Вот такая, вот такую хочу себе жизнь. Это реально кайф. В этом году, как всегда, не получилось поехать к бабушке. А если я поехал бы, я бы вообще за это все не платил. У нее там черешни, вишни, шелковица, в общем, все фрукты, абрикосы, персики. Чего у нее там только нет. Все растет абсолютно. Грубо говоря, ты просто вышел, у нее все в саду. И, соответственно, в окружающих там, в соседних участках. Виноград. Разные сорта. Блин, я помню, в августе приехал, господи. Виноград этот, блин, он был такой вкусный. Ой. Забыл, как он называется. Не киш-миш. Он был с такими маленькими косточками, такой этот фиолетовый. Забыл, как он называется. Не Мадонна, а и не Примадонна. Забыл, короче, как он называется. По-моему, какая-то... Блин, как его? Прямо что-то в голове круется. Ну, наверное, уже не вспомню. Если что, в описании напишу, как он называется. Вкус потрясающий. И белый там был. Кстати, киш-миш тоже был. Ну, либо не киш-миш, либо что-то похоже на киш-миш. Самое главное, чтобы он был зеленый вкусный. А для меня, если без косточек, значит, это киш-миш. А все остальное уже без разницы. Поэтому нужно задуматься, искать себе коттедж, ну и приобретать. Поэтому всем покеда. Я побежал смотреть коттедж.